Новые выпьющие факты, показывающие истинное лицо нынешней украинской власти. В интернет попали записи телефонных разговоров, содержание которых не может вызвать ничего, кроме возмущения. Они проливают свет на то, как в стране обходятся с неугодными политиками и кто на самом деле стоит за трагическими событиями в Одессе, когда были заживо сожжены десятки людей. Григорий Емельянов подробнее. Два ставших достоянием общественности телефонных разговоров уже начали обсуждать в интернете. Первые переговоры главы Днепропетровской области олигарха Игоря Коломойского с депутатом Олегом Царевым. Переговоры это, если можно так выразиться, потому что говорит в основном Коломойский, точнее угрожает. От людей отлавливает тут. Первые будут искать все, кто и близкие. Скажи, что мы не уехали отсюда. Потому что мы будем вешать прямо на площади. Отметим, Коломойский угрожает Цареву и его родственникам от лица еврейской общины. Второй разговор следствия первого. Глава Украинской ассоциации, поставщики таможенного союза Олег Ногинский, рассказывает о случившемся некому Яну Борисовичу. Утверждает, что Коломойский сошел с ума. И за разговором всплывает не менее интересная деталь. Собеседники считают, что именно Коломойский стоит за кровавыми событиями 2 мая в Одессе. Могла бы та компания это все делать. Была договоренность. Он пришел и сказал, что вы возитесь с этой Одессой. Там же стояло это Куликово поле все время. Он стопал. Давайте отдадите Одессу мне. И будет так же, как в Днепропетровске. Типа ни одному Вову не высунет. Он же в Одессу приедал. Он и сейчас там. И занимается тем, что там с одной стороны за последние трое суток убито 16 человек из тех, кто был задержан и остался в живых после дома посоединить. Двоих зарезали под домом. Ну и так далее. Такое ощущение, что он сошел с ума. Ну, будет у нас, я думаю, что будет вторая нацистская Германия на территории небольшого куска Украины. Бене мультимиллиардеры, хозяин этой территории. Я просто думаю, что нужно просто каким-то образом от этого процесса срочно отстраняться. От Коломойского. И снова отметим, что версию, назначенную киевскими властями официальной, люди из Дома профсоюзов сами себя подожгли, эти осведомленные собеседники даже не рассматривают. Одесская трагедия обрастает все новыми подробностями. Так, зампредседателя областной администрации утверждает, что большинство пострадавших получили травмы тупыми предметами. У 30-ти огнестрельные ранения. А это видео снято одним из осажденных в Доме профсоюзов. Сообщается, что снимавший погиб. Последовательность эпизодов. Вот люди еще на площади. Вот уже на ступенях здания. Видно, как горят палатки антимайдановцев. Вот уже в здании. Атакующие кидают в окна коктейли Молотова. Те, кто внутри, пытаются сбить пламя огнетушителями. И в этот момент запись обрывается. Но большинство жертв погибли не от дыма и огня, убежден начальник главного управления областной службы по чрезвычайным ситуациям Владимир Баделан. 2 мая он был среди тех, кто тушил пожар и спасал людей. Возгорание центрального лестничного марша на первых двух этажах произошло буквально за считанные секунды, после чего последовал какой-то хлопок. И было видно, что от этого хлопка моментально затух огонь. И в эту же секунду на земле оказались несколько человек, выпавших из здания со стороны черного входа. Большинство из них были живы и даже на своих ногах покидали это место. Но буквально через пару десятков метров падали без сознания, и их дальнейший трагический исход всем известен. Я уверен, что 99,9% людей погибли в здании профсоюзов за считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или угорев от огня. Но для этого есть судмедэксперты. Дождемся их заключения. Пытаясь спастись от огня, люди выпрыгивали из горящего здания. Тех, кто остался в живых, неонацисты добивали палками и расстреливали. Спасатель, видевший это своими глазами, пишет, то, что произошло 2 мая, не может быть реальностью. Наши спасатели вынесли на руках и вывели более 350 человек. Рискуя здоровьем, они отдавали пострадавшим свои кислородные маски. Закрывали собой от агрессивной толпы. Я не буду склоняться к политическим обсуждениям данного происшествия, но и о том ужасе, который происходил со спасенными людьми, когда они оказывались внизу, я промолчать не могу. Их избивали, да так, что другие люди, находящиеся еще в здании, отказывались выходить. Только по официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек. Свыше 200 были ранены, еще около 50 числятся без вести пропавшими. Но многие очевидцы считают эти цифры заниженными и требуют объективного расследования. Хотя пока рассчитывать на это не приходится. Григорий Емельянов, Сергей Идеев, Первый канал.